Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 3273. Почему же мусульмане так плохо знают Коран? Даже может хуже, чем наши бабушки. Разве в прошлые годы не печатли для них эту книгу? Ответ. Нужно радоваться, что они плохо знают Коран, иначе бы они на каждом шагу нас убивали, к чему призывает их ясное повеление их основателя Мухаммада Магомеда. Печатли Коран, но весьма мало, и это хорошо для всех. Цитирую. Цитирую было 6-7 лет. Воспитывал его дед Абдул-Ан-Уталиб. Через два года умирает и дед Мухаммада, и берет на воспитание Абу-Талиб, его дядя, старший брат Абдуллаха. Мальчик паскос и выполнял домашние дела. Иногда Абдул-Ан-Уталиб брал его с собой с караваном на ярмарку в города Палестины. В 24 года Мухаммад женился на богатой вдове Хадидже. У них родилось шестеро детей. Двое сыновей и четверо дочерей. Оба сына Мухаммада умерли еще детьми. В 40-летнем возрасте, когда троих дочерей он уже выдал замуж, он начал свои религиозные проповеди. Объявил близким, что ему является архангел и внушает откровения от Аллаха. Первой ему последовала жена Хадиджа. Когда умер его опекун Абу-Талиб, а через несколько месяцев его жена Хадиджа, это случилось в июне 619 года, Мухаммада лишили покровительства рода. В условиях племенной и родовой поруки это было равноценное объявление его вне закона. Мухаммад скончался в Медине в начале июня 632 года, не накопив богатства и не приняв никакого титула властелина. Верующие звали его посланником Аллаха. 22 года он произносил суры, а слушатели по традиции того времени, когда почти не было грамотных людей, запоминали его проповеди наизусть. Коран 4.3 о многоженстве. Мусульманину разрешается иметь одновременно до четырех жен. Введение этого закона имело конкретно историческую причину. После двух крупных сражений, Бадр и Ухуд, и несколько мелких стычек, за три года жизни мусульман в Медине погибло более ста воинов. Их вдовы с детьми, сиротами, испытывали определенные затруднения, что сказывалось на настроении членов общины. В связи с этим дается разрешение жениться на вдовах, а также их взрослых дочерях, увеличивая число жен до четырех. Этим сохранялся боевой дух верующих и одновременно обеспечивалась забота о вдовах и сиротах погибших. Чтобы поощрить мусульману такой шаг, сам Мухаммад женился на вдове своего близкого друга Абу Салама, умершего от ран, взяв на свое попечение двух малолетних его сыновей. Это мы читали из «Звезды Востока», номер 3, 1990 года, страница 147. Возникновение суры 4,27, в скобках 23, связано с конкретным случаем женитьбы Мухаммада на Зайнаб, жене своего приемного сына Зайда, ибн Алхарсы, что имело место некоторое время после прочтения этого аята. 4,35. Кабаир. Самые тяжкие грехи. 1. Вера отступничества. Отвержение ислама и переход в другую религию. 2. Богохульство. Поношение пророка. Ереси и другое. За такие грехи на том свете мусульманина ждет ад, а на этом он приговаривается к смертной казни и лишается права быть похороненным по мусульманскому обычаю. 3. Коран. 4,47-50. Иудейские проповедники обвиняли Мухаммада в незнании Писания, а он, в свою очередь, обвинял их в искажении Писания. 4,54-51. 4. Тагути. Самые суровые обвинения в адрес мусульманина. Отошедшего от ислама и, значит, ставшего спутником шайтана. 4,169. Здесь осуждают представление христиан о Божественной Троице и утверждается единство Бога. 5. Категорически отвергается утверждение, что Иисус есть Сын Бога. Звезда Востока, номер 1, 90-й год, страница 159, 212 тысяч экземпляров. 5. В Коране под заблужшими подразумеваются христиане и иудеи. 6. В Мекканском и в начале Мединского периода в Коране существуют еще различные отношения к этим верованиям. 7. Лишь в последующие годы в Медине намечается одинаковое отношение ко всем, не принявшим ислам. Их стали относить к каферам, неверным. 8. Это свидетельствует об эволюции отношений Мухаммада к людям Писания, под которым подразумевались иудеи и христиане. Небольшие пояснения слов в Коране. 9. Хиджра – непреодолимое, забур, псалтырь, таурад, тора, инжил, евангелие, хаво, ева, харут и марут, падшие ангелы, кибла, лицо, обращенное на молитв. 10. Дом Ибрагима – храм Кааба в Мекке. 11. Ислам – предавшийся, муслим, мусульмане, по-казахски мусульмане, русск, у украинцев басурмане. 12. Запретная мечеть – храм Кааба в Мекке. 13. Майсир – азартная игра. 14. Талак – развод. 15. Пророк после Мусы – Самуил. 16. Талут – Саул. 17. Харун – Аарон. 17. Табут – Ковчег. 18. Сакина – Спокойствие. 18. Имманация Божества. 19. Джалут – Голиаф. 20. Тагут – Идолопоклончество. 18. Какие же мы счастливые, что привились к истинной виноградной лозе, что и нам заповедано хранить этот закон и не искать лучшего, человеками измышленного. 19. И если ты будешь ходить перед лицом Моим, как ходил отец свой Давид, в чистоте сердца и в правоте исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои… 19. Иеремий 32, 23. 20. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать глаза твоего и поступать по закону твоему, и не стали делать того, что ты заповедал им делать, и зато ты навел на них все это бедствие. 20. И не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. 21. Иоанн 7, 19. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня? 22. Титул 3, 9. Глупо же состязаний и родословий и споров и расприй о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. 22. Иеремий 32. Иеремий 33. Иеремий 33. Иеремий 33. Иерем 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 33.